Всем привет, подписчики мои! И мы сегодня построим грибницу! Очень интересный такой видосик у нас. Давно хотел попробовать, как люди выращивают у себя где-то в подвалах, где-то там по грибах, вешенки, шампиньоны. То я заказал уже готовые такие вот блоки, где мы сейчас сделаем на этом месте, ребята, такую вот грибницу, похожую на землянку будет маленькую. Углубимся, кинем 4 бревна толстых пока и обкопаем, выкопаем яму, а потом подвесим их и сделаем отверстие. И пускай прорастают такие вот пучки, вешенки, где мы будем приходить срезать недалеко от моей избы, так как в этом сезоне нету грибов, долго не было дождей и вряд ли уже будут. А у нас будут, ребята, грибы, будем приходить здесь срезать, да, картошечки, там прудик есть, рыбка есть и будет красота. Приедем на неделю в мою избу и будем там оккультуривать мой лесной лагерь, строить баньку, еще что-то и будем приходить собирать грибочки. Это просто классно будет, решил так попробовать. И температура им нужна где-то там плюс 15, то я думаю здесь будет такой как землянка, погреб, то температура здесь такая вот и будет. Так как здесь лес и такие вот подходящие условия для грибов. Так что, ребята, пошли, я думаю, получится просто классная грибница и очень интересно, или получится мне вырасти грибы, вешенка в лесу или нет. Так что, пошли. И, кстати, кто любит футбол, то можете ставить на один из бед на лючемпионов или на другие крутые турниры. А по-моему, промокоду, который закреплен в комментариях, вы получите бонус при первом пополнении до 6500 рублей. А мы пошли, ребята, нашел такое вот подходящее место, яму, где нам уже будет поменьше копать, уже, блин, по колено, можно сказать, выкопано. Сейчас кинем по бокам такой вот квадрат, пойдем отрежем 4 бревна валежника какого-то. И все обкопаем, а потом наверх еще набросаем какие-то бревна. Будет такая мини-маленькая земляночка, но это будет грибница у нас. Так что, ребята, пошли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я думаю, сейчас мы немножко раскопаем, сделаем, а потом кинем два треугольника сюда так, сюда и сюда, и набросаем бревна. Где потом укутаем песком и укроем мхом. Тяжело копать, блин, эти корни здесь, но ничего, я думаю, сильно глубоко не будем углубляться, где-то так по колено, так как это у нас не землянка, а грибница для выращивания грибов. Нам главное, чтобы залезть сюда будет и повесить эти мешки, и хорошенько все укутать, так как ночью холодно, падает температура и плюс 5, 7, 8. Нам главное, чтобы здесь была температура не меньше 15, где-то 12, и тогда грибы себе будут здесь расти, прорастать. Пойдет, может, дождик потом, влага пойдет. Так что, где-то берем по колено, копаем, углы оставляем, чтобы можно было кинуть еще такие бревна, треугольники. И сейчас, я думаю, быстро, чтобы мне эти корни сейчас раз-два и все, и выкопали. Потихоньку раскапываем, осталось немного, но все равно, фу, тяжело и жарко еще. Боба носит мячик, взял ему, фу, фу, надо вот так, фу, фу, куда-то. Ах, блин, все равно заметил, гад. Надо так обманывать, чтобы он, блин, искал долго, чтобы не задал бол, чтобы не мешал работать. Сейчас раскопаем и пойдем уже перекусим. Не стало так раскапывать, нам главное вот повесить эти мешочки, по углам вот так повесим. И чтобы можно было залезть вот так, немножко согнутым, смотреть, как тут что-то-то, срезать грибочки нашей бешенки. Они очень вкусные, не знаю, как жареные, я их не жарил, а такие вот консервированные, закрытые в баночке. Я ел очень вкусные. Так что, поехали. Сейчас быстренько расчистим и пойдем отдохнем немножко. Будет классная такая вот грибница, я придумал. Боба, ты задрал меня! Фу, фу! Не мешай работать! Так, все, есть. Выкопали такую вот яму небольшую, но все равно время заняло. И пойдем отдохнем. Что-то приготовим сейчас по-быстрому. Да, Боба? А ты гуляться хотел? Задрал? Фу! Ах, блин, заметил. Фу! Половину сделали. И сейчас мы приготовим, ребята, бургеры. Такие вот сделаем. Давно не готовил. Я так вчера ездил в Киев и купил. Думал, ребят, угостить, приготовить. Потом, когда полазим где-то в Суперсусу, ездил, снимался. Скоро у него на канале будет прикольное видео. Так что смотрите. Плавали в секретное сталинское метро. До конца так, в туннель. Там, получается, заплываешь. Огромный туннель. А потом, когда туда так плывешь, получается, вода подымается, подымается. Блин. И мы аж на лодках лежали. Но доплыли до конца, блин. Там они засняли. Очень интересно. А то они так лазят по подземельям, исследуют всякое. Было интересно с ними провести время. У них на канале будет видео. У меня не будет. А я их как-то приглашу потом, чтобы не было одинаковое видео. Так что поехали. Ребята, здесь у меня есть фарш. Котлетки. Они были замороженные. Разморозились. Я думаю, ничего страшного. Сейчас мы разрежем булочки такие вот классные. Купил. Почистим все, сделаем. Тут у меня плавленый такой вот сырок, балык, помидорка, лук, салатик и такой вот соус чесноковый. Так что я думаю, сейчас сделаем такие вот крутые бургеры и перекусим. И по размеру сделаем такие вот котлетки. Нужно делать чуть больше, так как я когда делал, они потом вжариваются и встают меньше. То в этот раз уже сделаем из фарша котлетки чуть-чуть больше, разведем костерчик и пожарим. И такой вот перекус будет вкусный. Когда сам сделаешь, то очень вкусно. Так, эти булочки можно пока покласть сюда наверх. Здесь ничего не будет. Пыли, грязи нет. О! И сейчас почистим. Все подготовим. И пойдем пожарим. Котлетки останутся. Где мы намажем эти булочки. И все покладем. И будет, блин, вкуснятина обалденная. Да, Бобка? Так что берем, ребята, нарезаем все. Чистим. И пойдем пожарим котлетки. Развели костерчик. Налили подсолнечное масло. И ставим в нашу сковородочку. Пускай прогревается. А мы пока берем фаршик. Дома сделал. Фарш туда. Яйцо посолил, поперчил. И сейчас мы пожарим такие вот котлетки. Хорошенькие. Все, помыл руки. Всегда мою. Так как с Бобой инструмент. Много чего берешь. Всегда мыло в рюкзаке у тебя есть. О! Сделал побольше котлетку. Сейчас она обжарится. И будет, я думаю, да красная ту булочку. Классно. На природе, ребята. Хе-хе-хе-хе-хе, бабка, а то мне кушать. Пожарили котлетки. И сейчас быстро сделаем бургеры. А то будут классные бургеры. Так. Берем соус. Размазываем. О! Теперь кладем помидорку. Помидорку. Немножко лучка. Сюда на помидорку. А наверх котлетку. Такую вот хорошенькую, прожаренную. О! О! Теперь еще немножко соуса. Чтоб он был сочный. Так. Кладем салатик. И наверх. Плавленый сырок. О! Блин, здесь даже нет места, чтоб балы класть. Красота. Это будет сильно просто толстый. И кусать неудобно. Там сделаем с балыком. А здесь без. Поэкспериментируем. Все. И наверх. Накрываем. Шляпкой. Вау! Ну как вам, ребята? Бургер? Вот это я понимаю. И котлетка какая. Они в этих Макдональдсах. Не знаю, чего, блин, там сделаны эти котлеты. Будем пробовать. Ммм. 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 У меня запачкался как этот соус. Но, конечно, вкуснятина. Какой сочный, нежный. Так что кушаем. И может еще сделаем там один-два. Но я думаю, сейчас один скушаешь и накушаешься. Может еще сделаем один. А это уже в дома мы сделаем. Так что будем кушать. И погнали доделывать нашу грибницу строить. Ммм. Ммм. Перекусили. Обалденные бургеры были. Выломал такую вот сухую палку. Примерить, какие нам нужно на треугольник кинуть. Четыре штуки. Вот такие вот небольшие где-то. И пошли. Найдем где этот валежник. Смотрю, там, там. Рядом куча его. Сейчас отрежем четыре штуки этого бревна. Поставим, может скрутим шуруповертом, чтобы было надежно. И пойдем быстренько рядом нарежем. И мелкого такого вот любого, что валяется под ногами, набросаем. Землю еще прикидываем. Мхом так укутаем. А по бокам возьмем клееночку. Здесь вот куча валежника попадала. Жаль, что молодая сосна попадала. Видно, шашель ее точил, блин. А так бы росла и росла еще. Но пригодится нам на такую вот грибницу. Так что поехали. Порежем сейчас быстро кусочки. И пойдем достраивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сделали такие вот треугольники. И пошли теперь по лесу. Вот здесь рядом хорошо, чтобы выбрал такую вот местность, где много валежника. И будем резать, ходить и приносить. Разные, можно и толстые, можно и поменьше, понабрасывать. Все равно мы засыпем и мхом укутаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ху, наконец-то доклалось бревен. Блин, время заняло, побегал, блин, резал, приносил, клал, блин. Но доделал вот. И осталось, сейчас накроем клеенкой, чтобы создадим такой вот немножко, чуть-чуть парнаковый эффект. Здесь будет влага. И если будет дождь идти, и будет протекать где-то, и капать на эти грибочки, которые будут прорастать, то они больше не будут расти. Так что у нас клеенка есть. Сейчас накроем. И эти грибочки питаются 60% от этих блоков соломы, влаги, а 40% с воздуха. То здесь будет, я думаю, влага. Сейчас накроем. И не будет промокать. Что самое главное. И бросаем на венточку. Вот это наверняка не будет промокать. Входим с таппером. О, перекрыл клеенкой и еще мхом. Там еще немножко нужно одну сторону. Но пошел, позакручивал саморезы уже. И сейчас берем и цепляем наши мешочки. Не забываем только еще проделать отверстия. Да, Бобка? Да, Бобка набегался, нагулялся. Берем наши мешки такие, вешенка, и цепляем. О, забрасываем их туда. И пошли цеплять. Я думаю, блин, грибы будут. Классная такая вот идея. Я придумал. Так. Один мешочек возьмем. Что я говорил. Куда-то под пень возьмем. Под мох, под бревно. Позасовываем. Может будет дождик, тепло. И так же прорастут вешенки на природе. Залазим, ребята. Здесь я позакручивал саморезы. Где-то они. Вот. И цепляем. Подвешиваем мешочки. Так. О. Все надежно. И здесь где-то саморез. Так. И цепляем с этой стороны. А здесь, ребята, так душненько. Клееночкой перекрыл. И так чувствуется. Это хорошо. Только не забываем про проветривание. Я так оставлю вот здесь в щели. Чтоб оно проветривалось. Так. Так. И может с того мешочка наберем половинку, а половину повесим. И берем, делаем отверстие. А когда прорастут грибы, то потом отверстие сделаем побольше. О, вот мицелий. И делаем отверстие. Все. Повесили мешочки. Все, ребята. И хочу еще взять сюда этого мицелия. Под это бревно. Вот тут такое вот дерево. Вот видно мицелий. Вот он уже пошел. Может пройдет дождик и посмотрим. Так как я замечал, просто вешенки. Фу. Берем так. Может прорастут и здесь. Много не будем брать, чтобы не перевести. Так. Как эксперимент. Все. Укутываем. Укутываем. Может прорастет. Здесь какие-то вешенки на там бревне. Так. Пошли еще куда-то позапихаем. И возьмем сюда под это бревно. Может прорастут грибы. Я знаю, есть такой мицелий продается. Правда это или нет. Там белый грибов опят. И берут там где-то так. Разводят чем-то. Поливают. И типа там вырастает. Но мне кажется, что это все неправда. И здесь рядом выкопал три ямки. И вот возьмем немножко в эти ямки. Все. И будем возьмем пеньки, так как нужно дерево любые. Так как опята, всякие такие вот грибы прорастают возле всяких пеньков. Дерево любят. Все. И берем так землей. Пройдет дождик. И посмотрим. Прорастут вешенка или нет. Так как говорю, я замечал в дикой природе не раз эти вешенки. Но что-то не брал. Не был уверенный просто. Все. А этот мешочек еще повесим. Здесь больше вероятность, что прорастет вешенка. Так как видно вот. Уже пошла плесень. Она затянется белым. Этот мицелий. И потом прорастут грибочки. Пошли цепляем. Все. И берем эту переднюю клеенку степлером. Цепляем. И все. Мы сделали грибницу. Блин. Поработали сегодня. Хуй. Есть ребята. Доделал грибницу. Хуй. Поработал сегодня хорошо. А Бобка нагулялся с мячиком. Нет. Еще не нагулялся. Я смотрю. Вот у Боба. Блин. Взял так ее замаскировал. Чтоб не было заметно. Там хом. Ветками. Может какие-то грибники будут лазить. Чтоб не увидели мою грибницу. И не срезали мои вешенки. Грибы. Но я думаю каких-то вешенок. Мы вырастим. Так взял клеенкой. Накрыл. Чтоб не промокало. Оно проветривается. Все хорошо. И посмотрим. Должна быть. Главное, чтобы не было приморозков. Так что ребята. Кому понравилась такая вот идея. Которую я сделал. Грибницу в лесу. Выращивать вешенки. То пиши конечно. Ставь лайк. И посмотрим через месяц. Или удастся мне вырастить здесь вешенки. Будут они или нет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok